Харьков и волнение. Нифига себе. Все-таки языковой вопрос являлся ключевым. И, следовательно, не хотят учить украинские донбассцы, либо хотят наравне с русским, имеют право. Что она говорила, это даже не объединение, это, знаете, это истеричный слив на грани обсужда. То, что она говорила. Учебники, закупить российские учебники, но, во-первых, мне никогда не позволила бы это моя зарплата. Во-вторых, так и человек, который имеет отношение к образованию, знает, что учебники не тратят в мире, в мире, в министерство. И мы имеем право пользоваться только этим, а не должны соответствовать программе. Поэтому, ну, это, конечно, это полный предел. А для вас этот донос имел какие-то последствия? Вы по-прежнему в Донецке? Да, я не уезжала, я по-прежнему в Донецке. И, вы знаете, такие софтелки, или 20 тысяч. На референту, на референту, догнать, как вы все сказали, догонять, я, конечно, никого не могла. Спасибо вам большое, что я, к сожалению, плохая связь, но мы рады, что мы вас увидели. Спасибо, Виктория. Спасибо. Ну, хоть какая-то правда вылезла. Ну, во-первых, действительно, то, что сейчас происходит, у нас идут и конвои, мы знаем, гуманитарные конвои. Там мы обязательно, вот у нас 18-й конвой ушел, 90 тонн КПРФ отправила. И там обязательно присутствуют учебники русские. Там есть потребность русского языка. Но я хотел, но у нас есть возможность, вот касательно перемирия, вернуться к этому вопросу. Ведь мы помним, когда мир вас с энтузиазмом и с надеждой вас принял о перемирии, и при этом господин Яценюк заявляет о том, что мы разберемся с Новороссией и возьмемся за Крым. Это провокационное заявление. И при этом мы получаем вот такие вот результаты. Понятно. Правильно Жириновский сказал. Сейчас тишину объявили для людей. Типа мы мирные, а сами бомбят. А мир-то не смотрит первый канал. Мир смотрит то, что ему выгодно, то, что ему присовывают другие СМИ. Почему вот, девушка, говорят, что все боятся говорить? Конечно, боятся, потому что СБУ приходит к вам сразу после любого звонка в поддержку России. Это абсолютно очевидно. Я скажу, что вот то, что творится сейчас в Харькове, это еще первое только ласточки. У нас Киев говорит о какой-то особом статусе Донецкой и Луганской республики. Вот если они начнут делать тоже в Харькове, в Одессе и в Запорожье, то мы будем скоро говорить об отцовом статусе Киева. Вот что они добьются. Ну вот, я не просто хочу вам показать, да, вот еще в Одессе у нас есть съемка одна, похожая. Существует мимо страдает. Время такое. Так, подходит к машине, что-то спрашивает, и закричит слава героям, 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 слава. Вот выручки найдут, чтобы из них будут вы убили. Помнимай, это не так сказать, они ненормальные. И там уже я узнала, что, понимаете, что это даже не только уже наше 5-й сектор, вот, правда, сектор, это вот эти вот бандерсы, сколько даже такие идейные, сколько выпущенные, а кто это за 2-3. Ох ты, блин! Это во время, я расскажу, Петь, это во время классного часа ученики спросили, как учительница относится к событиям происходящим. Она сказала, как, самое интересное, что один из учеников это записал и отнес в органы. Вы знаете, уровень... И после этого это учительство вызвали с работы. Да, заслуженный учитель. Да, да, да. Стучат на Украине, стучат. Я думаю, что этого мальчика, который занимается доносом, его могут министром образования сделать. Или эту женщину, которая доносит на экране. Самый вопрос. Украина сегодня стала жертвой, с одной стороны, внешнеполитического заказа определенного, а с другой стороны, это абсолютно безумие, потому что каждый день мы об этом говорим. Российских фуа вывесили в Киеве, тут же пришли полицейские или милицейские, и начали, значит, чуть ли не в тюрьму забирать. Опасно сегодня ходить с Георгиевской ленточкой. Это по всей Украине происходит. Опять же, это трагедия, это национальная трагедия, и по сути, это конец украинской государственности. Пожалуйста. Недавно в новостях нам показывали такой эпизод, когда издевались над танкистами. Вы видели, наверное, когда... Но сейчас с мирным населением что происходит? Я звоню на Украину, я разговариваю по скайпу. Мне говорят, что в деревне на глазах у матери, расстреляли четырехлетнего ребенка, мать бросалась на этих ополчен... на этих силовиков, так ее привязали за ноги и таскали за бронетом ботер по всей деревне. Но вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, в леча в леча в лече осторожно, это надо проверять. Пожалуйста, стойте. Я хочу вам... Я хочу вам также напомнить, такой же случай в Славянске был. Я хочу вам сказать, что один из моих ополченцев, которого вот такая вот соседка сдала, приехал домой, это был город... Да что же это люди друг друга-то сдают, а? Его жену, дочку, изнасиловали на глазах у него, а потом расстреляли под забором, как собак. На виду у всех. Даже в этом минаре. Когда они говорят обмен военнопленными, вы посмотрите, каких мы отдаем им военнопленных. Целые, вымытые, насыщенные. А теперь я жалею о том, что они не покажут, каких они нам... И мы, наверное, покажем, каких они отдают. Или тех ребят, которых мы находим. Находим. Я вам скажу, что... Можно я... И когда, как вы говорите, 37-й год брали... СБУ сажало тех, кто поддерживал ДНР, у меня 8 друзей, которые вместе со мной участвовали, сели, они сейчас их обменяли, они рассказывали, что с ними творили. Это не 37-й, это хуже. Пожалуйста, я скажу пару слов. Вы все говорите о политике, я хочу сказать о проблеме детей. Понимаете, я сейчас поняла из всего разговора, что здесь произошло, что расширяются военные действия. Понимаете, дальше Харьков, дальше еще куча городов. Возможно ли сделать какие-то гуманитарные коридоры, чтобы вывести просто детей? Понимаете, они умирали там. Их раз не умирали. У меня вопрос, да. Вместе с украинским политиками. Пожалуйста, подчеркните. Вы много раз сказали о мире.